Всем привет! Еще раз прошу обращения за спознание. Ехали из Минска. Может быть, просто в двух словах каждый скажет, как вас зовут и что вам интересно. Потому что новый спектр того, что мы показать, очень широкий. Я вам показать разные вещи про Интернет и про СМИ. Мы можем поговорить и про громадское жизнь, и про политику. И мы можем поговорить так само про адукацию. Потому что мне удалось и получиться. И я могу у меня что-то пора и цепляне адукации Молодаруси за ножой и кем-то нам ехать. Может, это каждый скажет? Такой же план нормальный уже. Нормальный план? Все не будет теперь. Нужно докладные приоритеты, что вам интересно, к чему вы пришли. Но я очень коротко. Давайте власть. Власть Литашинский, давай про соцетки. Ну, мы здоровьемся и про соцетки. Все, что за границей. Оттуда информация какая есть. Все, что за границей. Все шпионские секты. Да, да, да. Пересмотрим. Что новое вообще? Новое? Пересмотрим. Доброе. Павел Пашкевич. Все равно. Павел Пашкевич. Мне про социальные сетки. Я еще раз тогда скажу. Социальные сетки. А, имя, имя прошло. У Ольха, так само, социальные сетки. Класс. Сергей, директор школы, помните, наверное, так, директор, да? Как раз забыть. Значит, меня будет интересовать социальные сетки. Добрый день. Дмитрий, служа социальные сетки. Супер. И социальные сетки. Класс. Социальные сетки, Игорь. Конкретно давайте конкретизуем про социальные сетки, потому что сетки это... Конкретно про те, которые популярны в Беларуси. Супер. Доброе докладение. Диана, это мой сын Роман. Мы даже с вами знакомые. Серьезно? Восемь. Я тебе получусь. Вменьшую вас дипломом. Спасибо. Сочетала за вами. Было дуже приятно, потому что наш самая ученик принимал диплом таки. Уже еще докации, еще раз веньшую. Мне бы хотелось бы еще более узнать вчера нарушение за ножой. Ягоды, то что бы-то и про опыт вашего. Доброе. Доброе. Стараемся. Меня зовут Егор. Мне интересно будет послушать про Инстаграм, контакт. То, что у нас еще работает. Кто, мы шестой людей, чем пользоваться. Класс. Здравствуйте. Станислав, социальные сетки. Телеграм. Телеграм – это хорошая тема. Селый сет. Юрий Конышко, меня все интересует в «Одноклассниках». Мне 73 года, но в этом совсем не шарю. Но я сижу по 12, а то и по 18 часов. Делать нечего в этих сетках. И всех уже отшил за 58 месяцев. Споря по политике особенно. Если бы вы знали, куда меня через мясорубку пропустить и через эти березы разорвать. Ой, что только детей твоих и высчитаем со спутника, высчитали где живу. Все, всех это же отшил. Все, хорошо. Доброе. Нормились, а? Володя. Ну, я не могу набрать все сябрового «Одноклассника». Ну, инстаграм тоже. Супер. Наши стены пачки. Ну, я тут стою. У меня интересуют форумы в сетках. Просто у меня сдаётся так, что наши форумы я уже ложусь отдыхать. И они у него мобильники. Ну, за счёты, как отписаться не хочу. А просто как... Ну, какие форумы скажете? Ну, говорили, например, наши «Говори правду». Она завсёдает. Форумы на сайте. Да. И ночью идут форумы. Идут. Это... Вайдеры. Вайдеры. А, вайдеры. Да, да. Поэтому пьяк мне и жёнку мне докучают, что всё идёт, идут с позиции. Ну, такое пытание. Как мне, не отписавшись, а что... Или просто мобильник подключается. Ну, звук подключают, наверное. Ну, это такое конкретное. А до тех, кто маленький, потелефонует, я и не учу. То, что у меня такая прация, что мне нужно потелефоновать, и ночью мало ли что. Ну, разумеется. Костя, я тебе подскажу, как. У меня старый телефон есть, без интернета. Я тебе по дешёвке его продам, и всё. И тебе будет с тихой, спокойной. Ну, а что и далее? Если же мессенджер, если шмат питаний, пересылаю, допустим, фотки там или ещё. Если человек, мессенджер, нету его, и он не получает. Дается так. Доброе, разумеется, как можно было выходить с мессенджера, ну, чтобы... Доброе, смотрите, я сразумею, проблема, аспекты, бачи, вечно. Нудно. Если тяжкое для разумения, вы либо посихаете, как я заубашу, да? И тогда можно будет перейти на другую тему. И я несколько практикований поддактовал, а то мы смогли раздруковать это. Кошкин, за того себя держать. А, супер. Потом проведем несколько практикований, как вам было интереснее. Доброе? Давайте я расскажу, когда я огонь уступлю про сетки. Значит, самая великая проблема, с которой начинают, что все бачат сетки социальные по-розному. Так? Мы кажем, о, социальные сетки, новые меди, но для каждого это очень разные рынки. И когда ранее все было ясно в системе медиа, был умолны, там, голос Америки, ясно за бугра, голос правды, были глушинки СССРовские, которые глушили, и были несчастные люди тут за железные заслоны, которые отрымливали, зараз нема узелятых посылальника и отрымальника. Зараз коммуникация працует хаотично. Иснуя вельми шмат тех, кто створает контент, вельми шмат тех, кто отрымливает. И по дорозе от отрымальника, от посылальника до отрымальника, миллион розных перешкодов. И вы николи не ведаете, какие сигналы выйдя и будя наприконцы. То есть на вот такая гульня вы можете погулять. И по записываниям телефона вы становитесь в одну калену, показываете некий месседж наступному человеку, наступному и наступному, и, звичайно, по вынеку, произвести человек абсолютно адворотно месседж доходить. Потому что каждый человек воспринимает, додает, что свое, простые речи подняются, заданные речи спрощаются. Это самое в социальных сетках. Потому что, когда мы сегодня говорим про сетки, и когда мы используем такие слова, как СММ, специалист, я бы сказал, что это не актуально. Мы не имеем больше журналистики, не имеем больше СММ. Это все коммуникация. Это человек, который работает в интернете, который пишет тексты, который ведет телеграм-канал в одноклассниках, читает. Это специалист по коммуникации. Это все мы с вами. Просто это уровень нашей специализации может быть разным. Экспертиза в сфере коммуникации очень разная. Для среднего человека так выглядит интернет. Это набор хаотичных картинок, видеороликов, котиков, собачек, Путинов, всего на свете. И это то, что называется сметчевый трафик. Гарбач трафик. И самое важное для нас звания, это как бы все это хаотичных, не связанных выявов, наша одинка с вами контенту пробивалась. Те наша фотка, те наш комментарий про политичную падение, те наша новина. Каб мы были за важными. Потому что мы конкуруем с вами не только с гиншими СМИ, с блогерами. Мы конкуруем с вами с кучей сметчя, которая генерируется в интернете. Это триллионы одинок. И покольки интернет немае национальных мерзов, эта сметчя приходит из России, приходит из Польши, приходит из Америки, а то все. Тому ведь важно разуметь алгоритмы и разуметь, на кого мы працуем. Когда брать, например, Радуя Свобода, на которой мы почали працавац, мы почали первые свои выценки. Тады еще про сетки никто не говорил. Мы почали там с некольких тысяч. Теперь у нас должно быть 50 подписантов. И это все выникло зоной працы. Когда вы хотите развивать свои уластные проекты, это не обовязково СМИ. Это может быть ваш блог. Это может быть ваша приватная сторона. Это может быть ваш творческий проект. Вам требует работать это постоянно. Чому большиня коммуникационных проектов проваливаются? Потому что люди их закидывают. А беларусы закидывают все еще худшие. Я вам скажу, что я зрозумел про Беларусь. Что у Беларуси есть одна проблема. Что мы не верим в свои силы. Мы не згодны конкуроваться, поборничать. У нас закладен в голове принцип «головная неперемога удел». Так вот этот удел, разумеется, он нас изнищает. Потому что головная, на самом деле, перемога. И вот то, что возразумеваются американцы и захотники, и почему они выиграют, и почему они заработают миллионы долларов. Потому что они настроены на перемогу. И я тут расскажу просто, как у университета у меня уроки працвали. Кляса, 25 человек в группе. И когда ты делаешь хатное задание, не могут все отримать с пятерки, десятки. Правильно? Можно отримать с три человеки десятки, с три человеки девятки, с три человеки восьмерки. Потому что разбирается огромная сумма баллов между всеми уделниками кляса. И твоя задача – быть лучше для других. Недостатково просто выучить. Выучить лучше для других. Для чего это створено? Для того, как выховывать конкуренцию. Мы конкуровать не умеем. Мы не любим быть лучше, чем суси. Когда мы достигнули каких-то успехов, мы не умеем им похвалиться. И в вынику мы проиграем. И еще, так само про учебу вы пытались, так и про конкурсы разные. Мы вельми мало где уделника. Потому что мы боимся проиграть. Есть много стипендов для белорусов. Я про это писал в фейсбуке недавно. Есть стипендия на учение умериц для белорусов. Они наберут четырех человек. Каждый ему дают по 100 тысяч долларов гранты. Я даю сколько заявок на эти четыре месяца? В год. 17. С 10 миллионов белорусин. В Украине 4 тысячи заявок. И вопрос. Они не знают о этом. Не умеют по-ангельски говорить. Альбо больше, чем украинцы говорить. Но мой ответ, что мы просто надто соромливые. И все думают, что я все равно не проиграю. А, что мне там подаваться? Так вот, первая парада. Она отличается и интернету. И жизни, и бизнесу, и любой деятельности, где вы есть. Конкуруйте и помогайте. Для этого должны быть докладные, колькосные, якостные меты. И дорожная карта. Как подъехать детей. Важно поступово и меты накеровано. И каждый день. Когда вы закиньте простые дни, а либо сделаете парапинок один день, все провалится. У свободы у нас не было ни одного дня, за это пять годов, когда мы не запустили нечто на сторонке. Просто это выник того, что мы делали это что-то. Инстаграм, про эти все они уже говорили. Те, кто освоили Инстаграму первый год его заявления, ну, в нашем регионе, это был 7-8 год. А навыд в 9-м годе он уже начал расти так серьезно. А они зараз мают в регионе, не так, Белоруссия. Они уже мают миллионы подписчиков. И они за такого Инстаграма зарабляют влезные гроши. Зараз возникают новые сети. Когда вы их свои часы вы освоите, то у вас праздник, как и годов, там будут свои миллионы, тысячи, шестьсотни тысяч подписчиков. А кто видит, какая сейчас сетка самая популярная, ходка растущая в свете и в регионе? Программант? Нет. Презрук, нет? Нет. Я думаю, что вы навыдь не шули про эту сетку. Это влазь, я говорю, потому что я это просто не тут ее и сижу. Сетка называется Тик-Ток. Кто шел по Тик-Ток? Шули? Тик-Ток? Тик-Ток. Это просто... Она уже никогда к сетке надеть. Вот вы сказали, если, допустим, зародилась новая социальная сеть, да? И, допустим, я ее освоил хорошо в самом начале ее зарождения, да? Но не будет ли это потом мое освоение напрасным, если эта соцсеть, ну, не дойдет там какой-то вершины, там? Приклад в сети белорусская. Приклад в сети. Али, видите, приклад Твиттера. Хучу людей инвестовали у Твиттера, свой час набрали сотни тысяч подписчиков, а Твиттер зараз маль помер. На свободе он давал десять процентов до всякого трафика еще пару лет назад. Зараз дает полтора процента. Просто помер. Заужды есть такая риска, потому что сетки платформы приходят и сходятся. Али тут же, разумеете, это постоянный процесс. Вы развиваетесь разом с сеткой. Те, кто были в Твиттере, они зараз развивают свой Телеграм. Головное, что они сделали, они отчули, что Телеграм растет, Твиттер падает. И всю свою аудиторию с Твиттера смобилизовали на переход Телеграм. То же самое отбывается зараз с Фейсбуком. Фейсбук в Беларуси постарел на десять годов середний взрослый. Постарел за прошлый год. Ну, когда брали свободу, например, на наш сайт, у нас середний взрослый на Фейсбуке был двадцать шесть годов у конца 2017 года, а зараз тридцать шесть годов середний взрослый подписчиков свободы. Потому что больше старых, сталых людей у Фейсбук приходит. Они приходят одноклассников, они просто подключаются до Фейсбука. А молодь не отчувает Фейсбуку себе комфортно, и где у? Абсолютно правильно. Идем в Инстаграм. А что случится зараз? Инстаграм русские, ютуб русские идут с куды, идут в ТикТок. Потому что ТикТок сожнил меня. Во всем свете он растил 650 миллионов активных корыстальников. И в Беларуси сто двадцать тысяч корыстальников у ТикТока. Основные дети. Али меркующие по тренде, было тринадцать годов середнего взрослого ТикТока, а зараз шестнадцать годов в Беларуси. Я так само старые. Зараз там дурацкие, я вам покажу. Дурацкие, неотекавые, абсолютно бесцензионные видеоролики. А что я туда лезу? В чем преимущество? Потому что там люди. А коли там люди, то бренды, меди, бизнесы пойдут так само оттуда. А разобщины пойдут с куды, взрослые аудитории. Разумеется, там зараз дурацкие ось. Это вот ТикТок с тушкой. Ну понятно, с вашей ржавой. Ну и такие породы. Ну короче, пусто всякие. Так. Дурацкие. Абсолютно так. Только тебе, а им интересно. Ну конечно цикало, потому что когда люди строят свой контент, некие карты там, гугл мэпы, некие о чем они занимаются на сетках, вздымаются видео, про школу вздымаются. Я так сам почал робить СикТок. Возь, не какие-то минуты назад. Я, например, снял листик позаучора. Поставил в воздуху Полину Багарину. И он собрал 13 тысяч уникальных проглядок, 425 лайков. Живых людей, все из белорусских. В фейсбуке у меня там вот так ничего не было. Правда, люди коментуют. Ничего не понимаю, в чем прикол. У меня у всего 90 подписчиков. Разумеете, али настолький процесс вирусится, настолько мало людей исправят контент, что любая одинка мая шанс не оставать. А вот Менское метро, 14 тысяч проглядок. Тут свинка и тяльник проезжает Менское метро. Абсолютно бессансионное. Просто как я не хочу пробить. Я просто тестую в сетку. Али бачите, все больше и больше она дает. Я туда у Лукашенко, например. Где Лукашенко древо садил. И оно набрало 4 тысячи проглядок. Видея до 30 секунд. Так оно простое. Так оно дурацкое. Но дело в том, что так большинство молодых людей видят контент в интернете. Как одна той картинка, которую я вам показал. На жаль, вот так выглядит интернет для молодых людей. А молодые люди задают тренды. Задают моду. Задают форматы.